Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Приняли радушно, обеспечили необходимым и разместили в Тибердинском пансионате. 40 палестинцев прибыли в Карачево-Черкесию. Общенародный народный фронт в очередной раз отправил в зону СВО груз. Четыре автомобиля повышенной проходимости доставят на передовую. О безопасном проведении новогодних и рождественских праздников в Карачево-Черкесии говорили сегодня на заседании правительства. Концептуальной основой реализации программы Орлята России в Черкесии состоялся обучающий интенсив для учителей начальной школы. По поручению главы Карачево-Черкесии Рашиды Темрезова была организована встреча группы беженцев из Палестины. 40 человек минувшей ночью прибыли на железнодорожную станцию Невиномыска. Далее в сопровождении специальных экстренных служб реагирования нашей республики они отправились в Тиберду. Подробности в сюжете Артур Амхцы. На перроне железнодорожного вокзала Невиномыска всё готово к приёму гостей из дальнего зарубежья. Специалисты экстренных служб реагирования Карачево-Черкесии и представители регионального правительства в ожидании беженцев из сектора газа. По поручению главы республики Рашида Темрезова для спасающихся от войны людей было подготовлено всё необходимое. Два дня назад специальным бортом МЧС они были эвакуированы из Египта в Москву бортом МЧС. И сегодня при сопровождении МЧС они прибывают на станцию Невиномыска, где мы их будем встречать. Всего прибывает 40 человек, из них 26 человек – это дети, 14 человек – взрослые, 12 женщин, двое мужчин. Вот такой контингент мы будем встречать и размещать у себя в Карачево-Черкесии. Звучит оповещение о прибытии поезда Москва-Нальчик. Сотрудники регионального управления МЧС помогают людям вынести на улицу вещи и самых маленьких пассажиров. Затем, настороженно озираясь по сторонам, на платформу спускаются и взрослые. Заметно, что свой отпечаток оставили события последних недель у них на родине. Они все были готовы, они подготовили тёплые вещи, они тепло встретили их во всех точках прибытия. Всё было готово, и еда, и одежда, и вещи, и всё остальное. Ахмед от лица сограждан Палестины признателен за радушную встречу, счастлив оказаться здесь. Карачаево-Черкесия, как принимающая сторона, имеет немалый опыт в обеспечении беженцев всем необходимым. Мы уже алгоритм работы с этой категорией, с детьми, вопросы, связанные с размещением, их пребыванием непосредственно в пансионате. Создали условия для молебной комнаты, создали условия для того, чтобы они могли полноценно отдохнуть. Но, естественно, мы предполагаем организовать и учебный процесс для детей с учётом их потребностей. Далее колонна автобусов с беженцами в сопровождении сотрудников МЧС, МВД, службы медицины катастроф отправилась в гостиницу «Эдельвейс», где они смогли передохнуть после длинного пути и отведать блюда от местных поваров. Конечный пункт назначения – пансионат «Жемчужина Кавказа» в Тиберде, где уже всё готово для размещения и пребывания гостей из Палестины. Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Учащиеся 17-я гимназия Черкеска собрали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Педагоги считают важным поддержать наших воинов морально и выразить слова благодарности. Альбина Ламкова продолжит тему. Организатором патриотического мероприятия выступила заместитель директора по воспитательной работе 18-й гимназии Черкеска Марьяна Мхце. Цель одна – поддержать военнослужащих. Дети написали письма им. Они высказали слова признательности за их каждодневную работу по выполнению воинского долга и защите Отечества. Также ребята поздравили участников специальной военной операции с наступающим праздником – с Новым годом. Поздравляем всех защитников Отечества с наступающим Новым годом. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа. Вы видите, насколько наши дети готовятся, насколько они принимают участие с большим удовольствием во всех этих акциях, которые мы проводим, во всех этих мероприятиях. Мы очень гордимся и нашими детьми, и нашими родителями, что они всегда очень отзывчивы, что они всегда готовы принять всё, что мы им предлагаем, и они с удовольствием участвуют во всём. И самое главное, что всё это делается от души. Поэтому, конечно, мы с Новым годом поздравляем всех. Подготовили в зону СВО и подарки, в коробках сладости. Суть акции состоит не только в том, чтобы оказать материальную помощь. Не менее важно поддержать боевой дух солдат. Ведь всегда будет приятно знать, что о тебе помнит твоя родина, твоя страна, твои родные люди, отметили педагоги школы. Поздравляем всех защитников Отечества с наступающим 2024 годом. Желаем всем здоровья, силы духа, бодрости. Мы всех ждём домой, любим, верим, надеемся. Кстати, дети 18-й гимназии накануне были приняты в ряды Всероссийского движения «Орлята России». Это уникальный проект для учащихся первых-четвёртых классов. Он объединяет детей, педагогов, наставников и родителей в добрых делах. Орлята России, мы лидеры детства. Бережно упаковав письма в коробки с продуктами, ребята отгрузили подарки в машину. Они в ближайшее время будут доставлены в зону проведения специальной военной операции в подразделения, в которых проходят службу военнослужащие из нашей республики. Доставят грузу волонтёры ЗОВ Родины. Движение создано в помощь участникам СВО. Альбина Ламкова, Лилия Шаштаева, Михаак Аракелян. Вести Карачаева Черкесия. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашуда Тимрезова, 50 искусственных елей для социальных учреждений направили из нашей республики в подшефный Старобельский район Луганской народной республики. Карачаева Черкесия установила и украсила новогодние ели во всех школах и детских садах Старобельского района. Кроме того, детям Старобельского района вручат новогодние сладкие подарки от главы Карачаева Черкесии. Отметим также, что в настоящее время в Карачаево Черкесии отдыхают школьники из Луганской народной республики. Для них подготовлена насыщенная развлекательно-познавательная программа. Сегодня под председательством первого вице-премьера Карачаева Черкесии Хазары Чукуева прошло заседание. На повестке дня предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники. Главам городских округов и муниципальных районов было поручено принять меры по данным вопросам. Запретить применение пиротехнических изделий и проведение салютов в помещениях, зданиях и сооружениях. Также был утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период, включая проведение крещенских праздников. Также на заседании подвели итоги обучения должностных лиц и проанализировали деятельность единых дежурно-диспетчерских служб Карачаева Черкесии за 2023 год и наметили план работы. Сегодня мы хотели остановиться на том, чтобы акцентировать внимание на возможной нештатной ситуации, которая может произойти, насколько это вероятно, какая есть в этом случае, и насколько мы сейчас должны делать вредительные мероприятия, чтобы избежать какие-то последствия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Без существенных осадков ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,2, днем 9-11 градусов выше нуля. Жители республики положительно оценили деятельность органов внутренних дел по Карачаевой Черкесии. Об этом говорят данные мониторинга. Его целью является получение информации, отражающей мнение населения о работе полиции в территориальных органах МВД России на районном уровне. Мониторинга в 2023 году охвачены 2400 совершеннолетних жителей в 80 населенных пунктах Карачаевой Черкесии. Более 87% респондентов ответили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество, доверяют полиции и положительно оценивают ее работу. Опрос проводился при активном участии представителей общественности. В Черкесске в Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» состоялся обучающий интенсив для учителей начальной школы. Педагоги обсудили концептуальную основу реализации программы «Орлята России». Подробнее Альбина Ломкова. Программа социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» направлена в первую очередь на развитие, поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, формирование социально значимых качеств личности, обучающихся, ключевых базовых ценностей, таких как родина, семья, природа, дружба, труды и милосердие. Программа «Орлята России» – это вот то самое, наверное, та самая изюминка, которая сейчас у моих коллег-педагогов ассоциируется с программой «Октябрят в советское время». То есть здесь те же самые направления работы. То есть мы признаем, что советская система воспитания, она была самая лучшая. «Орлята России» – интересный и увлекательный проект. Пройдя семь образовательных треков, учебный год наполняется полезными делами. Каждый из них значим для детей. Ребята учатся выстраивать отношения в команде, примерять на себя разные роли, в том числе и роль руководителя-лидера. Учатся бережно относиться к природе, знакомиться с историей страны, города, семьи, изучать семейные реликвии. Учатся быть волонтерами и организаторами добрых и полезных дел. Прежде всего, программа «Орлята России» направлена научить ребенка работать в коллективе, уважать рядом стоящего, слышать, слушать его и работать над общей темой, отметила Людмила Барлакова. Практикующие учителя программы «Орлята России» рассказали на семинаре о том, как проходит ее реализация вместе с детьми на практике. Многие из них прошли обучение на базе Всероссийского центра «Орленок». Им есть что рассказать коллегам. В программе «Орлята России» уже зарегистрировано 800 учителей начальной школы из нашей республики. Семнадцатая гимназия тоже приняла работу по трекам «Орлята России». Ребятам очень интересно принимать участие в играх, в квестах. Они с удовольствием включаются в работу, придумывают какие-то новые задания, а самое главное, они реализуют все свои внутренние возможности. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Сегодня отмечается день горячего шоколада. Издавна ароматное вкусное лакомство дарит удовольствие взрослым и детям, повышает жизненный тонус, улучшает настроение. Особенно зимой так приятно, сидя дома, закутаться в плед и выпить чашечку горячего шоколада. Пользуется ли популярностью этот напиток у жителей республики? Любим. Только я люблю молочный шоколад. А горячий шоколад? А горячий тоже. Ну, знаете, горячий шоколад это как какао, да, который? Я, например, вначале, когда еще не знали, что такое горячий шоколад, я думала, раз плавленный шоколад, ты будешь много-много пить. Да, очень нравится. Самое главное, чтобы хорошо сделали и не пожалели шоколаду. Очень хорошая дата. Конечно, люблю, и при том разный. Я где-то читала, что в Средневековье шоколад могли позволить только короли. Сейчас в наше время это может позволить себе каждый. И, конечно же, я ем его каждый день. К сожалению, любовь к шоколаду большая. И употребляю его тоже, к сожалению, часто. У вас есть какая-то традиция, не знаю, начинать день с шоколадом? Ну, бывает. Поэтому стараемся не покупать. Потому что если есть шоколад, то обязательно в завтраке он точно присутствует. А бывает об обед и вечером. Поэтому стараемся его избегать. Сапочка не люблю. Я старый закалки, женщина, поэтому люблю просто шоколад. А горячий – это не мой. Да, я люблю любой шоколад. И горький, и сладкий, и кислый. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайны следствия». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»